Гром в раю Главной роли Терри Холк Хоган Гром в раю 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 стараются. Спенс, это слишком опасно, даже на гиперскорости. Есть другие предложения? Нет. Тебе понадобится два магнитных детонатора. Координаты. Две с половиной мили отсюда, у тебя очень мало времени. Держи крепко лестницу. Гром, платформа крепления. Принести спасательный жилет. Том? Параллельный курс. У тебя в распоряжении одна миля. Прыгай по моей команде. Три, два, один, вперед. Он у вас на крючке. Поводите его еще немного. Сенатор. Проклять, он сорвался. Жалко, сенатор. Ну ничего, их здесь полным-полно. Сенатор. Что? Посмотрите. Сенатор Эймс, вам лучше подняться сюда. В чем дело? Вы этому не поверите. Что там случилось? Почему вы мне не сказали? Где мой жилет? Давай, давай. Всем спасательную шлюпку. Сенатор, держитесь. Ну давай. Глазам своим не верю. Есть. Что? Направляется на них? Они так сказали. Торпеда возвращается прямо на них. Идиоты. Гром, открыть отсек погружения. Отсек открыт. Вон он. Покинуть катер. Я просижу, чтобы они захватили чемодан с собой. Это чемодан с секретом. Если он затонет, никто не сможет его открыть без риска для жизни. Спенс, я восхищаюсь тобой. Это было похоже на усмирение быка. Тебе надо принимать участие в Родео. Да, посмотрим, как поведет тебя бык дальше. Превосходно. Теперь доволен? Я всегда говорил, что работа няньки очень тяжелая. Злоумышленники, которых остановил ураган Спенсер, признались, кто приказал им атаковать сенатора Эймса. Как вы видели, у инспектора Харриса нет комментариев. Но мы с минуты на минуту ждем возвращения урагана Спенсера. Папа, вас дядя Брю показывает по телевизору. Они тебя назвали ураганом. Я знаю, я там был. Они чествуют тебя как героя за то, что ты спас сенатора. А как же я? Ты? А тебе ничего не сказали. А вот и ураган Спенсер. Ураган. Это правда, что вы прыгнули на торпеду и изменили ее траекторию так, что она направилась к самим террористам. Я вас не слышу, у меня вода забила уши. Боюсь, мы не сможем рассказать вам, какую роль мы сыграли в спасении и жизни сенатора. Очень тонко, Брюбекер. Это реклама. Вы только что спасли сенатора. Что вы собираетесь делать дальше? Пойду в Диснейленд. Это новый герой Америки. Эдвард, выключи телевизор. Маленькая леди, пора спать. Мы правда пойдем в Диснейленд? Что мне сказать? Ты выиграла конкурс по правописанию. Что ты собираешься делать дальше? Поеду в Диснейленд. Поехали, папа. Мы никогда не были там вместе. А я вообще там не был. После поездки в Диснейленд я напевал песенку «Маленький мир» в течение четырех месяцев. Когда-нибудь мы обязательно туда поедем, но сейчас тебе пора спать. Скажи спокойной ночи Брю и дяде Эдварду. Спокойной ночи. Спокойной ночи, дядя Эдвард. Спасибо, что посидели со мной. С большим удовольствием. Это маленький мир, маленький мир. Скажи, Брю Бейкер, кому нужно было нападать на сенатора Эймса? Мы не можем давать информацию о той роли, которую мы сыграли в спасении сенатора. Сколько я должен за то, что вы посидели с ребенком? Боюсь, ты не сможешь себе этого позволить. Что ты поешь? Что? Это маленький мир. Я не пою. Это маленький мир. О, Боже, опять началось. Это личная или политика? Что? Попытка теракта. Какая попытка теракта? А, это попытка... Это маленький мир. Это политика. В этом нет никакого сомнения. Они использовали советскую ракету типа А-2. Это оружие находилось на стадии разработки, когда рухнул коммунизм. Думаешь, черный рынок? Нет, нет, нет. Просто какой-нибудь коммунист решил пострелять в облака, чтобы вызвать дождь. Это ты? Что я? Ты поешь? Нет. Ты тоже. Да нет же. Я тебя поймал. В отличие от тебя, Бребейкер, я умею контролировать свои мысли. Если я захочу, то буду нем, как рыба. Могу продемонстрировать. Это маленький мир. Спокойной ночи. Это маленький-маленький мир. Итоги не вступил на треугольник, как рыба. Итоги не вступил на треугольник. А если высокие советские чиновники получили доступ к секретному оружию? Брю, не хочешь покататься с нами? Погода просто прекрасная Нет, девушки, извините Мартин не сможет гулять, пока не закончит свою работу Мам, я сказал, нельзя Извините, девушки, мама не разрешает Эй, нам повезло Смотри, Спэн Мы видели тебя в новостях, ты совершил настоящий подвиг Скачки на торпеде Ты герой ураган Ты не мог бы с нами сфотографироваться? Конечно, конечно Брю, ты нас не сфотографируешь? Ну, пожалуйста Да, да Мы просим тебя? Ну, хорошо, хорошо Быстрей Быстрей, бегом Бегом Ну, хорошо Бросьте воинственный клич Воинственный клич Смешно, Брю, смешно Большое спасибо, Спэнс Пока Спасибо Скажи, почему ты всегда герой, а я с носка внизу страницы? Все дело в личности Личности? Личности? Ты хочешь сказать, что ты героическая личность, а я нет? Как твое прозвище? Брю А мое? Ураган Я тебя понял Циклон Брю Ерунда Волна Брю Да Нет Размазня Брю Не начинай Барракуда, Брю Спэнс Тебе звонят Кто? Из Диснейленда Минутку, кто здесь сказал Диснейленд? Они видели тебя по телевизору Это шутка Говорит Спэнсер Да, я Микки Маус Вы хотите пригласить меня с друзьями в Диснейленд? Доболтались Позволь, я все уложу Это Мартин Брю Беккер Я напарник урагана Спэнсера, а вы кто? Да, сэр Конечно, сэр Видите ли Это именно я помог урагану спасти сенатора Совершенно верно Вы можете звать меня Шторм Нет, не надо звать меня Шторм Не надо Зовите меня Торнадо Торнадо Брю Да Да, сэр Да, сэр, он здесь Успокойся Я извиняюсь за своего напарника У него нервный срыв Отлично Когда? Моя дочь будет просто счастлива Спасибо Личность Зря я назвал себя Штормом Легкий ветерок Грюбеккер Я не поеду в Диснейленд и все Тебя и не приглашали Потому что я изо всех сил пытаюсь узнать, кому надо было устранять сенатора И когда это я узнаю, то отправлюсь в Белый дом И как они тебя представят? Господин президент, это малыш Грюбеккер Я придумаю себе прозвище, не волнуйся Ты уже мой герой Без тебя и как без рук Но в Диснейленд едешь ты Да Ну, езжай Вы с Джесс весело проведете время Наслаждайтесь Хорошо А я буду трудиться над материалами по производству оружия в СССР в конце 80-х годов Это что, ее любимое дело? Этот маленький Маленький Жестокий и безжалостный Маленький, маленький Принесите хромограф Я нанял адвоката для Андрея Якова На него можно положиться, на них тоже Если они раскроют наши секреты Ты тоже окажешься под подозрением Этого не произойдет Существуют другие способы избавиться от Сенатора? Да, Сенатор должен был привлечь внимание, и мы этого добились Пора переходить к другой цели Начинайте охлаждение купола Этот тест проводится только для проверки Мы используем десятую часть мощности Чтобы сделать последнее приготовление к завтрашнему выстрелу Пять Четыре Три Два Один Продолжение следует... 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 Это все, что мы хотим. Мы ходим по кругу и по кругу. Мы ходим по кругу и по кругу. Эдвард. Эдвард. Эдди. Садись. Как спал? Я спал отлично. Почему ты спрашиваешь? А песни не мешали? Эта песня подозрительна. Ни одна мелодия не имеет такого влияния на людей. Ты забыл про слова. Это маленький, маленький мир. Тиси. Парню надо выпить. Запишу на его счет. Эдди. Это правда, что после войны ты работал аналитиком в ПВО? Да. Учитывая мой опыт ведения боевых действий, это стало областью моих профессиональных интересов. Большое спасибо. Фамилия Волков ни о чем тебе не говорит? Анатолий Волков. Да. Мерзкий тип. Почему? После войны Сталин закрыл один из проектов Волкова. Тот решил не ждать и продал его врагам. То есть нам. Что за проект? Страшное и разрушительное оружие. Почему ты спрашиваешь о Волкове? Волков спроектировал торпеду, которую использовали против Сенатора? Нет. Да. И судя по тому, что ты мне сказал, он может стоять за всем этим. Да. Но какой мотив? Надо выяснить. Не трогай здесь ничего, пока меня не будет. Я хочу вернуться обратно живым. Ты пригласил меня, чтобы помочь тебе. Обращаешься как с мальчишкой. Позволь мне тебе напомнить, что я кавалер медали за отвагу. Ты напоминаешь об этом уже третий раз. Тогда почему ты этого не поймешь? Эдвард. Технологии изменились. Та кнопка, которую ты нажал, чуть было не перевела нас на суп-океанический уровень. Суп какой? Океанический. Это следующий этап эволюции Грома, но пока до конца не доработан. Поэтому ничего не трогай, не дергай и не включай. Может лучше меня связать? Хорошая мысль. Включай режим погружения. Хорошая мысль. Хорошая мысль. Хорошая мысль. Хорошая мысль. Хорошая мысль. Я не стал использовать этот предмет для вскрытия чемодана. Что делать, если у нас нет ключа? Да, да, конечно. В любом случае, это оптимальный вариант. Я бы вообще не стал открывать чемодан. Эдвард, если мы не вскроем чемодан, то будет очень трудно узнать, что у него внутри. Да. Но я почему-то уверен, что внутри взрывчатка. Взрывчатка, активизируемая давлением. Боюсь, что когда давление внутри запала сравняется с давлением в помещении, нас всех разорвет на мелкие кусочки. Это произойдет в течение 20 секунд. 13. 12. Эдвард, нажми зеленую кнопку. 10. Ты сказал мне ничего не трогать. Эдвард, нажми кнопку. 12. Эдвард, если я еще раз скажу тебе ничего не трогать, ты имеешь полное право отодрать меня за уши. С большим удовольствием. Ты знаешь, что в бомбах. Меня, кстати, так и называли. Эдвард Витакер Разрушитель. Почему у всех такие прекрасные прозвища? Я не могу себе ничего придумать. Терминатор Брю. Нет, это очень похоже на игрушечного робота. Бомбист Грюбейка. Может, посмотрим, из-за чего мы так рисковали? Да, давай, вскроем и посмотрим. Продолжение следует... Они на горном ручье. Бомбист? Да, Эдвард. Тебе лучше взять это с собой. Что бы я без тебя делал? Тебе лучше взять это с собой. Привет, скучали без меня? Дядя Брю? Что ты здесь делаешь? Я думаю, тебе это будет интересно. Пока. Он бы не уехал, если бы это не было так необходимо. Я знаю. Извини, что помешал вашему отпуску. Я люблю тебя. Я пытался, но они не отменят запуск шаттла из-за чьих-то подозрений. Я бы сказал, это больше, чем подозрения. Они сказали, что нет. Дата запуска шаттла обнаружена в ящике террористов. Они сказали, что террористы были пойманы, и они полностью контролируют коридор безопасности. Остров, на котором находится Волков, как раз напротив этого коридора. Именно поэтому нам надо все проверить. Тридцать минут до запуска. Все в порядке. До переквата осталось тридцать минут. Тридцать минут до триумфа. Они используют атомную электростанцию, построенную кубинцами, но не законченную из-за нехватки средств. Похоже, существует только один способ проникнуть туда. Не страшно. Пора всыпать им как следует. Это усилитель лазерных лучей. Достаточно сильный, чтобы уничтожить шаттл. И не только. Похоже, у них все готово. Разберись с этим грейпфрутом, а я спущусь вниз. Разберись с этим грейпфрутом, а я спущусь вниз. Продолжение следует... 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 Они все кинутся ко мне за помощью Они подпишутся подо всеми условиями, которые я выдвину Продолжение следует... 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 Продолжение следует...